— 11.05 в нашем городе. Это программа «Мужской понедельник». Здравствуйте, ведущие передачи Николай Голиков и Владимир Сметанин. — Я позволю себе начать наш эфир с небольшого поздравления. Ровно 7 лет назад, именно в этот день, 13 ноября, наша редакция приступила к полноценной работе. — 7 лет. — 7 лет уже прошло. То есть день рождения у нас сегодня такой небольшой. — Ну, красиво. — В школу можно идти. Поздравляю наших коллег, которые трудились, трудятся и будут продолжать работать в нашей редакции. Так что ура. Ну и что касается программы нашего сегодняшнего разворота, то со второго часа традиционно начинаем. Поговорим мы после 12.05 о неделе рекламы, которая пройдет в нашем городе в конце ноября, в начале декабря. — Организовал ее Кировский областной фонд поддержки предпринимательства. И, соответственно, в гостях у нас будут сегодня и представители фонда Юлия Афанасьева, да. И организатор этого, собственно, мероприятия. — Юлия, я организатор тоже. — Да, они все организаторы. — Да, и Алексей Обжарин, конечно. Как без Алексея Обжарина, если речь идет о рекламе? — Да, и ко второму часу у нас есть опрос на сайте эхокирова.ру и на нашей странице ВКонтакте. Как вы относитесь к рекламе? Решили мы вас спросить, положительно, отрицательно, либо нейтрально. Не задевает она вас? — Ну, если нейтрально ты имеешь в виду, то есть не задевает. — Да, нейтрально. Голосуйте. Итоги будем подводить уже более чем через час. Ну, а в первом части мужского поленедельника, в общем-то, мужская, в полном смысле этого слова, тема. Будем говорить о футболе в очередной раз. Будем поднимать вопросы, связанные с этим видом спорта. Грядется, напоминаю, чемпионат мира по футболу 2018 года. — Да, вчера стали известны еще две страны-участницы этого чемпионата. Так что страсти на футбольных полях бушуют. Первого декабря ведь будет у нас уже жеребьевка. Абсолютно будет ясно уже, кто в какой группе. В Кирове, как ни странно, хотя вроде и снег выпадает, о футболе тоже очень много говорят. В том числе потому, что в конце этого месяца в Киров приедут сразу несколько, ну как сказать, звезд нашего футбола, с которыми связаны самые-таки славные страницы вятского футбола и кировского футбола. Ну это будет 28 числа. Ну и, в общем-то, очень всех тревожит судьба нашего клуба «Динамо». — Футбольного клуба «Динамо», да. Вот я поинтересовался, как там на сайте обстоят дела нашего клуба. Сайт «Мертвый», как это принято говорить. Последняя новость от 18 июля, собственно, когда было принято решение о том, что команда уходит в третий дивизион и становится непрофессиональной. То есть некий вакуум есть такой информации, которую мы сегодня попытаемся запомнить. — Вакуум информационный есть, и есть, соответственно, слухи. Тут уже я недавно прочитал, по-моему, на днях, буквально на каком-то из кировских сайтах, в таком довольно раскрученном, о том, что вообще клуб банкротится. Но об этом мы сегодня поговорим, да. — Да, нам все расскажут наши гости. Евгений Душкин, куратор проекта «Они играли за «Динамо». Евгений Алексеевич, добрый день. Снова приветствуем вас у нас. — Добрый день. — И Сергей Самарцев, исполнительный директор футбольного клуба «Динамо». Добрый день. — Здравствуйте. — Давайте для начала все-таки о том мероприятии, которое будет в конце ноября. — Да, в 26 ноября. — Давайте с этого начнем, Евгений Алексеевич. — Николай Владимирович, так сказать, я против этого. Это приедут к нам легенды авиатского футбола, одни из лучших футболистов нашей команды «Динамо Киров», которые представили город Киров на всесоюзной и российской аренах. 60 лет назад, в 1957 году, команда под руководством заслуженного тренера СССР Александра Андреевича Келлера вышла в профессиональный футбол, заслужив тем всем право играть на первенце Советского Союза. Ну и большой вклад в развитие этого футбола в свое время нанесли это Урин, Валерий Георгиевич, воспитанник Кировского «Динамо», футбольный путь и путь других видов спорта, легкая атлетика, лыжи, коньки, он начал в городе Слопоцком. Это очень приятно, так как он очень помнит этот город и очень благодарно отзывается о тех, кто его там воспитал. Ему сейчас порядка 80 лет, да? Порядка не будет, будет просто 83 года. 83 года, 3 года. Кстати, Валерий Григорьевич Урин регулярно присутствует на матчах «Динамо-Москва». И вот недавно было открытие трибун и футбольного поля нового стадиона «Динамо» имени Яшина 22 октября. Ему было почетное право предоставлено произвести первый удар по мячу. С 11 метра он попал. Ну, 83 года, слушай, Валерий Григорьевич, ты их чемпиачи увидишь. Он и играл ведь за «Московское Динамо» тоже, да. И тренировал, по-моему. Да, нет, в составе «Московского Динамо» он стал дважды чемпионом Советского Союза и несколько раз обладателем Кубка СССР. Также он играл в футбол за сборную Советского Союза и олимпийскую. Удачно, между прочим, играл. Дальнейшая его жизнь была связана с командами других городов. Ну, а в итоге мы всегда очень тепло отзываемся о Валерии Григорьевича. Вот так что ждем его. Второй по значимости футболист, представляющий город Киров, Динамо Киров, можно сказать, это Прибыловский Леонид Павлович, который воспитанник «Московского Спартака». Он приехал и 9 лет играл здесь. То есть он из Москвы к нам приехал, 9 лет играл за «Динамо»? Где был капитаном? Также он капитаном был сборной РССР, мастер спорта. Также как Урин мастер спорта, Леонид Павлович тоже мастер спорта. Он заслуженный тренер РССР. Много лет после окончания футбольной деятельности работал в средствах массовой информации. Был главный редактор «Спортивная жизнь России». Спортивная журналистика. Коллега наш, можно сказать. Да, коллега. Он приедет, все расскажет. Я думаю, встреча у нас состоится. Ему сколько лет? Ему с 1938 года. Это у нас будет под 80 лет. Но они находятся в полном здравии и двигаются, занимаются и активно участвуют в спортивной жизни города Москва. Доказывают собой, что движение – это жизнь. Жизнь – это движение. Спорт – это да. Где-то эти слова уже слышал. Движение – это жизнь. Да, ну что есть вариант движения, все, конечная цель – ничто. Ну ладно. Приедет также мастер спорта Козловских Александр Георгиевич. Но это у более молодых людей просто уже на слуху. Который у нас лучший бомбардир за всю историю Кировской Динамо. В дальнейшем он защищал чемпион России дважды за звезду Пермь и Динамо город Киров. В дальнейшем он защищал честь ЦСКА. Очень удачно играл центральным нападающим. Затем перешел в Локомотив, где стал в составе этой команды чемпионом мира среди железнодорожников. Но в дальнейшем судьба была такая, что он тренировал наши Динамо Киров. А сейчас работа с детьми. Вот такая вот ледитарная троица приезжает. Три звезды футбола будут у нас здесь 28 числа. Одни из трех звезд. Какая программа, где можно ли будет с ними встретиться, прийти? Да, 28 они приезжают. Это инициативные группы в составе меня, Головенкина. Ну это как проект такой. Они играли за Динамо. Они проиграли за Динамо. Потому что мне по случаю так получилось, что я из старых Динамо остался один из немногих. И поэтому, чтобы не забыли наши имена, мы организовали 7 мероприятий. Издали несколько книг под руководством автора писателя. Это Лузянина Владимира Николаевича. Это он начал. И он меня попросил курировать этот вопрос. Так что мы будем дальше продолжать. Встреча-то где состоится? Встреча состоится 28 числа в 17.30 в Герцинке. В Герцинке. А, это клуб там. Товарищеская встреча ветеранов футбола. Видел-видел, какая веселая афишка. Суть-то в чем встреча будет заключаться? Это вопрос-ответ? Либо программа какая-то будет? Да, программа встречи с футболистами. Кто интересуется в футболе, кто болеет и не может жить без футбола. Естественно, они расскажут о своем спортивном пути, как это было, пожелания будут. И просто интересно болельщикам. Мне уже сейчас звонят, уже все спрашивают, когда это будет и как будут мероприятия. Затем, на следующий день, приглашена эта бригада игроков, приглашена в город Слободской. Слободской. 29-го уже. 29-го. Во второй половине дня, где там очень обширная программа будет. Ну, раз у Лины Слободского, то понятно, как бы, да, такой великий земляк уже. Да, тем более этот человек играл, остался из здравствующих, который играл с Яшиным. Больше уже не осталось никого. Вот как раз Евгений Алексеевич с собой материалы принес, и там есть фотографии. Да, вот здесь, да, вот они плывут на тренировке с Яшиным рядом у Урин. Вот. И очень... Плывут, надеюсь, в бассейне, а не на стадионе? Вот. Плывут, да. Потому что вспоминая иногда стадион Кировской Динамо, там тоже, так сказать, заплывы были у нас в лужах. Ну, я тоже помню, когда вот меня пригласили из юношей в основную команду, то у нас обязательно в субботу было плавание. После баскетбола было плавание. Так что это было общепринято, это мероприятие. Что обычно знаменитые футболисты дарят своим поклонникам? Мячи с автографом? Мячи нужно закупать? Что-то поклонникам. Ну, они уже что приедут, они уже волнуются. Мячи-то это поклонники. Беспокоятся. Конечно, они все могут рождовать. Если со своим приходил, она пишется. Хочется вот сказать о Урине Валерии Григорьевиче. Вот у него книга была издана к его 70-летию. Ему сейчас 13 лет назад. И когда он мне эту книгу подарил, мне было очень приятно то, что он в первых строках своей книги объясняет, как он начал заниматься спортом и где начал спортом. Это в городе Слободском. На фабрике Красный Якорь. Территориально, так сказать, его душа, его сердце, оно все равно здесь у нас. Да, да. Ну что, мы сделали, наверное, минут 40 перерывчиков. Продолжим наш разговор. Мужской понедельник и мужская тема футбол. У нас в гостях Сергей Самарцев, исполнительный директор футбольного клуба «Динамо» Евгений Душкин, куратор проекта «Они играли за «Динамо». Анонсировали встречу, которая будет 28 и 29 числа с легендарными футболистами. Ну а сейчас давайте все-таки попытаемся выяснить, что же происходит в нашем клубе «Динамо». Да, то есть приедут нам наши легенды, которые очень много сил, не знаю, жизни, здоровья своего потратили на славу кировского футбола. Что они увидят? Вот и как бы уже такой вопрос к Сергею Самарцеву, к исполнительному директору футбольного клуба «Динамо». Что сейчас происходит с футбольным клубом? Как бы вот какая-то пауза информационная, никто ничего не понимает. Что происходит сейчас? Ну, в июле месяце состоялся совет учредителей клуба, футбольного клуба «Динамо». Было принято решение сняться соревнований профессиональной футбольной лиги и переход в третий дивизион. То есть это фактически любительский статус футбольного клуба. Вот пока, ну и непонятная ситуация, значит, не с дальнейшим финансированием. Как это все будет выглядеть, в каком году мы перейдем в этот третий дивизион. То есть это так вот у нас просто пауза получается, «Динамо»? Да, мы же знаем, что в третьем дивизионе сезон проходит не как в профессиональных лигах, они начинают весной. То есть весной. То есть до весны клуб, грубо говоря, находится в спячке. Так, ну это мы потом вернемся к этой спячке, да? Потому что очень интересное такое понятие. То есть сейчас ничего нет, не тренировочного процесса. Значит, решением учредителей было принято, было решение принято, значит, мы снили соревнования, соответственно, мы расторгли все трудовые соглашения со всеми футболистами, со всем персоналом. То есть на данный момент вот такая ситуация. То есть спячка это что-то вроде как в армии кадрированный полк, то есть руководство есть, всех солдат распустили везде и ждем, когда будет сигнал, да? Ну руководство тоже фактически руководит, ведь и неким, и соответственно нечем. То есть мы ждем дальнейшего. Есть же какое-то юридическое лицо, все равно кто-то там остался. Ну юридическое лицо есть, в свое время на отчетность подаем, но... Вот-вот-вот, да, то есть кадрированный полк такой по армейским понятиям. И сколько человек уж таким языком выражались, оказались нетрудоустроенными? Сколько было договоров трудовых? 53 трудовых договоров. 53? Это и сами футболисты? Да, и футболисты, и персонал, тренерский состав и так далее. Медицинские кадры такие. Медицинская, да, работа. То есть клуб в спячке. Простите, чем вынуждены сейчас заниматься эти люди? Кто сумел трудоустроиться в других клубах, они соответственно там выступают, есть такие ребята. То есть уехать в другой город? Да, иногородние ребята уехали, некоторые ребята, наши воспитанники, как Иван Устинов, Сергей Венский, допустим, они тоже нашли себе клубы, играют. Кто-то, значит, заканчивал сезон в чемпионате области, некоторые ребята футболисты заканчивали, опять же, по третьей лиге в футбольный клуб «Факел». Ну, то есть как бы практику-то они не потеряли, но это другой уже уровень получается. Уровень совершенно другой. Любительский? Да, любительский. Причем даже область-то это как бы такое, это даже уже не профессионально-любительский, а просто любительский получается. Ну, вот такая ситуация у нас в футболе, к сожалению, потому что, как мы видим, власти городские не особо заинтересованы, видимо, в развитии футбола в целом в городе. Ну, такая ситуация, она и есть. А слухи, которые ходят о банкротстве клуба, они имеют какое-то отношение к действительности? Пока решение никого не принято. Ну, такая перспектива может быть? Все будет зависеть от того, сейчас я думаю, что будет где-то опять собран совет учредителей в этом месяце, надеюсь. И вот на нем уже будет приниматься решение, как нам скажут, так, соответственно, и будем делать. То есть, это зависит от того, примет ли совет учредителей решение о чем он здесь делал? О дальнейшем финансировании, как будет выглядеть клуб, в какой форме будет, вот от этого будет все зависеть. То есть, пока еще все в подвешенном состоянии. Ну, да, вы же в курсе, у нас же сменилось руководство города, соответственно, военные учредители нашего клуба, это администрация города Кирова, то есть приходят новые руководители, будем строить с ними сменились только первые лица, собственно говоря. Будем пытаться построить с ними какой-то диалог. Естественно, клуб, он просто необходим. Потому что без футбола без футбола, извините, у нас огромное количество детей занимается футболом, данным видом спорта. Самый популярный вид спорта в мире. Так это футбол, спорт самый массовый. Тем более в преддверии чемпионата он сейчас в России. Самый массовый. То есть, если мы теряем клуб, соответственно, интерес и у детско-юношеских коллективов. У меня кто-то из знакомых сравнил ситуацию. Интересно, я когда говорил насчет того, что если Динамо прекратит существование, он говорит, представьте, что у вас рядом с Эхом есть такой серый дом. Представьте, что его просто не станет. То есть, такая верхушка айсберга, его не станет. Муниципалитеты останутся. А вот чуть выше уже не будет. И что будет происходить? Все движение прекратит какую-то всеустремленную. Мы, во-первых, должны понимать устройство спорта в целом. То есть, ни детско-юношеский спорт, ни массовый спорт они не могут существовать без профессионального спорта. То есть, это вершина айсберга. То есть, это то, куда стремятся дети. Куда стремятся. Куда стремятся дети. Лифт. Которые приходят в 6-5 лет. Сейчас уже с 4 лет начинают заниматься футболом. То есть, родители ведут своих детей. И 50%, если не больше, родителей все-таки мечтают, чтобы футбол стал профессией для детей. Потому что это замечательный вид спорта. Как бы интересно им заниматься и так далее. Но, вот сейчас, если произойдет все-таки вот такая ситуация, что клуба не станет. Интерес, я думаю... Да, все понятно. То есть, двигаться будет просто некуда. Некуда, конечно. Да, то есть, как бы получить так, что ну, поиграл именно на футбол и бросил. Пока он маленький, он будет ходить. Когда он маленький. Но уже исполнится молодому человеку 15 лет. Ему очень тяжело. И он поймет, что ему... Ему будет очень тяжело себя мотивировать. Да, мотивация не будет. Каждый день на тренировку. Он найдет себе, будьте уверены, другое занятие. И дай бог, чтобы это занятие было хорошее. Контакты с новым руководством города. Вы на них рассчитываете? Они, возможно, уже состоялись? Пока ничего, еще никаких бесед не было. Встреч не было. Потому как еще... Но вы будете все-таки... Естественно, мы будем искать возможность. Мы будем искать возможность обсуждать все моменты. И все-таки стараться как-то сохранить клуб. Цена вопроса примерно вот понятна ли? То есть, чтобы клуб не попал в процедуру банкротства, условно говоря, чтобы клуб сохранился? То есть, в каком порядке? Простите, я тут недопонял, когда про банкротство, Николай, спросил. А есть, что банкротить? Ну, я не знаю, есть ли что банкротить. Но я знаю, что у клуба есть определенные долги, раз нет финансирования. Нет, есть определенная задолженность, но она не критичная. Ну, это о чем примерно речь идет? О сотне миллионов? Нет, давайте я цифры все-таки не буду рассуждать. Но это, скажем так, не более 10 миллионов. То есть, сумма не критичная. А как задолженность эта образовалась? Что за долги такие? Ну, это долги по заработной плате, которые, к сожалению, не были погашены в момент увольнения всех сотрудников. Потому как финансирование закончилось в мае месяце. В мае? В мае. А с 17-го года? А решение было принято в июле? Да, решение было принято. Потому что дополнительных денег, ни спонсорских, никаких мы не смогли привлечь. Соответственно, было принято решение о закрытии клуба, да. Слушайте, долги по зарплате этим же правоохранителям обычно интересуются? Интересуются. Уже есть? Уже интересуются, конечно. Понятно, если тебе не выплатили зарплату, ты сам же обратишься. Куда? Ну, понимаю. Собственно, ты из-за прокуратуры, потому что мне не выплачивает законное право любого человека. Футболиста, естественно, работает в том числе. Да, да. То есть, может еще и штраф быть? А штраф уже на клуб наложен, штраф уже. Так раз-таки по невыплате, да? Да, да. Заработная плата. Да, да. А в какой организационной форме сейчас клуб существует? Ну, в организационно-правовой какой-то? Это автономная некоммерческая организация. Автономная некоммерческая организация. Да, три учредителя, соответственно. А вот интересно, это кто учредители у нас? Администрация города Кирова, затем КРО «Динамо», общество «Динамо» и акционерное общество «Спутник». «Спутник»? «Спутник» акционерное общество. Уже не на слуху. Уже не на слуху стал немножко, да. Ну, да, когда клуб организовали, было на слуху, да. Ну, тогда, да, тогда я помню, ты дашь, розыгрыши проходили там, и всевозможная реклама везде была «Спутника». А сейчас как-то «Спутник» стих. Ну, к сожалению, вот если администрация города еще как-то выполняла свои обязанности, как учредители, ни КРО «Динамо», ни автономер общества «Спутник» ничем клубу не пыталась даже помочь. Ну, сейчас, может быть, пока есть вот такой люфт временной, может быть, заняться в том числе и реорганизацией, найти реальных каких-то учредителей, поискать. Ну, да, над этим надо работать. Вот сейчас мы соберем совет учредителей и будем уже дальше. Потому что администрация, понятно, это, ну, как бы городской клуб. А в чьих руках сейчас непосредственно сосредоточены бразды правления-то? Ну, хоть и управлять-то нечем, мы понимаем, трудовые. Ну, все-таки вот вы работаете, кто еще? Вы исполнительный директор. Нет, исполнительный директор, которому, да, некем руководить. Также у нас есть должность вице-президента Сергея Михайловича Воронина. Он назначен исполняющим обязанности президента, грубо говоря, получается. То есть вот. Ну, и, собственно говоря, все на данный момент. Это он ИО стал после того, как Пуземская уехала? Ну, на него возложены, да, обязанности президента футбольного клуба, да. Но не можем не спросить, как там уголовное дело развивается. Ну, вот мы не в курсе. Евгений Алексеевич, было ведь? Да. Было ведь, мы говорили об этом. Занимались, но в прессе ничего не слышно. Так что об этом сказать что-то конкретное. То есть пока новостей нет. Что нужно будет, чтобы все-таки наша команда, наш клуб стартанул все-таки в третьем дивизионе следующей весной? Ну, хотя бы в третьем, скажем так. Хотя бы в третьем. Хотя хотелось бы, конечно, все-таки профессиональный клуб сохранить. Ну, в первую очередь нужно желание, я считаю, администрации города Кирова, как основного учредителя клуба, чтобы клуб был. Нужно вот это. Сначала волю проявить. Да, если будет понимание, что клуб нужен, играть надо, дальше уже можно вести какие-то идеологии и по привлечению каких-то спонсорских денег и так далее. В принципе, да, поддержка администрации здесь очень важна. Но в данный момент мы, к сожалению, ничего вообще не можем сделать, потому что нас соревнования сняли, денег не выделяется. Мы любим про деньги говорить в этой студии. Сколько денег надо? Ну, ориентировочно смена участия во второй лиге. Это порядка 25 миллионов рублей. Во второй лиге это как мы выиграем. Откуда мы ушли, да. Такие деньги, они выделялись. Это даже, по-моему, в 2015 году была такая сумма. В 2014 году произошло резкое сокращение в 2016 году и, соответственно, в 2017 году. В два раза. То есть речь идет, в общем-то, для того, чтобы стартовать, ну, условно говоря, так, в среднем, да, стартовать порядка 25 миллионов. Порядка 25 миллионов. То есть сумма тоже не критичная совершенно. Так подумать, если вы посмотрите цифры городского бюджета. По оценке Николая Голикова, не критичная. Не критичная, да. Ну, сравни просто с суммой городского бюджета, там, с обязательствием по каким-то позициям. 10-11 миллиардов. Да, это, ну, в процентах-то это очень мало. Но, к сожалению, нету. Сохранить в целом в регионе. И что футбольный клуб – это то, без чего футбол, в принципе, не может существовать. Просто развиваться не будет. Мы получим только вот этот детский футбол, который потом... Мы детский футбол тоже не получим. Мы будем терять. Ну, на уровне, там, четырехлетних, там, дальше, да, которые просто хотят смотреть. Мы будем терять этот сегмент футбола. Потому что, поверьте мне, что, ну, многие... Я также работаю детским тренером. И я знаю, как тяжело сейчас детей удержать в секции футбола. У них очень много других возможностей, как говорится, получить порцию адреналина в кровь. То есть, заставить их работать шесть раз в неделю, тренироваться по полтора часа в день – это очень сложно. И если еще не будет клуба профессионального, то есть, они не будут видеть никакой перспективы, то, я думаю, многим детским тренерам придется еще тяжелее. Внимание со стороны болельщиков, людей неравнодушных к футболу вы как-то чувствуете? Какую-то связь поддерживаете? Нет. Ну, пока мы участвовали, поддержка какая-то была. Как только... Нет, ну, даже в плане моральной какой-то... Ну, морально, не знаю, люди там пишут письма, какие-то комментарии какие-то. Я смотрю на сайте футбольного клуба «Динамо», там комментариев там много было. К сожалению, нет. Ну, потому что, видите, как все было... Это описано, что «Динамо» переходит в третий дивизион. Как это будет все сделано, как это перейдет? То есть, трагической ситуации никакой нет. Ну, по мнению многих. И вообще, развитие футбола очень туманно. Я вот приведу пример. Евгений Алексеевич, я прошу прощения. Давайте про развитие мы уже после рекламы. Буквально на минуту на рекламу и поговорим. Сергей Самарцев, исполнительный директор футбольного клуба «Динамо Киров». У нас в студии Евгений Душкин, куратор проекта «Они играли за «Динамо». «Динамо Киров» имеется, опять же, в виду. Можно несколько такой провокационный, Евгений Алексеевич, вопрос задам? Можно ли вести речь о том, чтобы персональную ответственность на кого-то возложить? За ту ситуацию, которая сейчас происходит. Смотрите, Евгений Алексеевич, буквально где-то летом, помните, мы встречались за круглым столом, когда Куземская стала президентом клуба. Сколько было оптимизма в наших разговорах. Как все пойдет, как все изменится, что есть шанс у «Динамо» наконец-таки. И вот сейчас бух-бух. И вместо вот этих всех оптимистичных прогнозов мы видим то, что вообще в спячке клуб практически не существует. Кто это сделал? Ну, у нас можно точку на этом поставить и больше дальше не говорить, кто это сейчас заслуга. Это в первую очередь главы города Владыкина, главы администрации Перескокова. Это несомненно. Хотя они и другими делами занимаются серьезно, но в их функции входит тоже развитие физкультуры и спорта. Ну и основная работа должна вестись, это, естественно, спортивные функционеры. Кто отвечает за спорт в городе Кирове? Это в первую очередь Шумайлова Светлана Витальевна, заммэра, начальник управления молодежной политики, физкультуры и спорта. Кирова Анисимова, Надежда Юрьевна, ну и много должностей у этого товарища Воронин Сергея Михайловича, которые непосредственно должны организовать работу. И чтобы у нас достаточно успешно выступала команда, было финансирование, это зависит от этих трех человек. Так что вот пять человек, которые непосредственно завалили наш футбол. Завалили, вот именно так по формулирую. Да, завалили наш футбол. Ну то есть, когда шло голосование в Совете Учредителей, эти люди же там присутствовали? Ну, эти люди присутствовали, я там не знаю, по словам я знаю, что только один из этих оказался среди учредителей, здравомыслящий человек, это начальник территориального управления Первомайского района. Нововятского, наверное. Нововятского, да. Геннадий Иванович Плехов. Ну он любит футбол. Он вообще все любит. Нет, ну футбол он точно любит, как бы, да. Все-то я не знаю. Динамо Нововятский играл. Я думаю, вот точки можно на этом поставить. А вот то, что о детском и юношеском футболе, очень туманная перспектива у детей. Я посмотрел некоторые игры на первенство России. В свое время, когда я работал директором спортивной школы, мы все-таки выступали очень удачно в зональных соревнованиях. Где-то вторые, третьи, четвертые места, это очень даже хорошее. Нас считали за достойных соперников команды Нижнего Новгорода, Саранска, Казани. А сейчас же я вижу по турнире таблицы, это факт, где-то предпоследние-последние места. И мало того, что одна из команд снялась даже с соревнований из-за отсутствия финансирования. Две. Две команды снялись. Вот понимаете, это уже было тогда понятно, что дальнейшее развитие футбола без детского и юношеского не будет. У нас нет подпитки для основной команды. Хотя в данный момент, вот я в этом году посмотрел финальные игры чемпионата, первенства области и кубка области среди юношеских команд, которые на выходе из юношеского взрослого футбола. Мне очень понравилась команда Нововятича, где тренеров Самарцев Сергей. Грамотно, технично, да. Я человек опытный, я знаю уровень футболистов и посмотрел, что очень приятное впечатление. Техничный, грамотный ребята, играет с удовольствием. И есть своя четкая система. То есть получается, что резерв, если бы была главная команда, то резерв у нее как бы есть. Есть, да. Только вот сейчас этому резерву некуда податься. Некуда податься, просто некуда податься. И мысли, конечно, у них другие, чем-то заняться другим. Компьютерными играми или что там еще другим. Так что надо, здесь должно быть руководство города. Руководство города должно быть, конечно, в этом вопросе инициативно. Инициативы нет. Профессионализм должен быть у руководителей спортивных. Его нет. Компетентность. Его нет. И, естественно, ответственно я уже назвал. Ответственности нет. То есть вот эти слагаемые должны быть у каждого руководителя. И тогда будет результат. Тем более у нас в области где-то около 60 человек работает с группами футбола. 60 тренеров. 60 тренеров. Да, это где-то около 60 человек. Это большая масса. Представляете? Социальная армия, да. Да, результат должен быть. Звонок? Звонок, примем звонок. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Надежда. Надежда. У вас какой-то вопрос? Да, вот я хочу высказаться по футболу. Большинству народу этот футбол совершенно не нужен. Тем более в нашей северной стране бессмысленно заниматься профессиональным футболом. Вот смотрите, у них зарплата больше в несколько раз, чем у врачей. Но они не несут никакой уголовной ответственности. Кто нужнее, врачи или футболисты? Можно заниматься профессиональным спортом более весовым. Сейчас, подождите, подождите. Все хорошо, мы поняли ваше мнение. Поняли, вот у нас есть студия, которая готова ответить. Я вам одним словом отвечу. Нам нужны здоровые люди. А здравоохранение, они лечат больных. А футбол и тем и другие виды спорта, они воспитывают характер. И вообще патриотизм нашего города Кирова, Кировской области, должен присутствовать в этих, во всех... Понятно. Сергей, вы что-то хотели сказать, да. На зарплатах вас как-то там у нас покоробило. Может быть, кто-то просто не в курсе, какие зарплаты в футбольном клубе «Динамо Киров». Они, поверьте мне, даже, наверное, ниже, чем у врачей. Я сумму не буду говорить, но большинство ребят-футболистов, это люди 18-20 лет. То есть для них футбол, в данном случае, это не возможность обогатиться, а возможность заниматься любимым делом. Я еще, если можно, пять копеек вставлю сюда с северой страны, потому что как бы вот у нас в чемпионате мира, в который будет в следующем году сборная, Исландии будет прекрасно играть, великолепно команда поднялась. Да, конечно, Сергей. Как-то она еще по-севернее, да? Она по-севернее, по-суровее. Я вот вам расскажу немножко об Исландии. Да-да-да. Недавно тут попался мне материал на глаза. Рыкьевик? Рыкьевик, Рыкьевик. Вся Исландия подослили пьющим город Киров. Не далее, чем 10 лет назад подростки в Исландии считались самыми пьющими в Европе. И на уровне правительства Исландии было принято решение, чтобы предложить каждому ребенку возможность заниматься спортом, тем, которым он хочет заняться. Эта программа была профинансирована. И в течение трех лет каждый ребенок под наблюдением и учителей в школе, и родители, соответственно, на этом были заинтересованы. Все занимался любимым видом спорта. Не только спорта, но и искусством, коммунеральной станции, рисованием и так далее. То есть нашли, чем занять детей? Три года. Три года. По истечении трех лет порядка 70% детей остались в этих секциях, кружках. Также они дальше продолжили заниматься. Ну и, соответственно, процент детей, которые употребляли алкоголь, наркотики и сигареты, сократился практически в 10 раз. Вот так вот. У нас что, еще звонок, да? У нас еще звонок. Как-то вот заинтересовали мы футболом. Да. Алло, добрый день. Добрый. Как вас зовут? Меня зовут Бориславович. Мы слушаем вас немного времени. Надо сказать, мнение и вопрос. Да. Одновременно. Вот почему вы задаете следующие вопросы без виновников, так сказать, следующего торжества? Где и о министр спорта, господин Бормина? Министр спорта, его назвать, я не знаю, это Кочун, с вами считаю. У нас спорта в области нету. Какой он нахрен министр? Так, это у вас мнение. Пока у вас есть такие чиновники, как Бормина, Васильев и так далее и так подобное. Пока у нас бабушки, предыдущая, которая звонила, я говорю, что ей нужно здравоохранение, а не спорт и не футбол. У нас так и будет развиваться спорт в области и вообще в России в целом. Понятно, понятно. Надо вызывать этих Бормина и штудировать на прямом эфире. Хорошо, понятно ваше мнение, понятно, да. Ну что, про детскую команду мы упомянули, да, которую Николой тренирует, Сергей Самарцев. Расскажите о своих ребятах, пожалуйста. Ну что о них рассказать, ребята? И Алексей, Ильгений Алексеевич, да. Восхищен, можно сказать. В этом году ребята, вот возраст, 2001 год рождения, в Нововиаде, 16 лет, да. То есть 16-17 лет, то есть это уже довольно-таки взрослые, они уже сами думают, уже хорошие парни. Выиграли, значит, они и первенство города по своему возрасту. Это в этом году, да? В этом году. Выиграли первенство области и кубок области, то есть. Взяли все. Как это, в общем, трэбл взяли, да. Хит-трик. Хит-трик, да. Хит-трик, да. То есть выиграли все. Но вот мы, Ильгений Алексеевич сказал, что в связи с тем, что Динамо снялось с соревнований профессиональных, они, к сожалению, не имели возможности летом выступить на первенстве России. То есть нет денег, нет участия. То есть команда 2000 года не участвовала в первенстве России. Команда 2001 года снялась после первого круга. Из-за отсутствия филизера. А сколько денег нам нужно было? А денег нужно немного, порядка 300-400 тысяч на команду для участия. То есть, ну, 300 тысяч, это, грубо говоря, вот такая сумма. То есть денег было не нужно. Если мы сумели там 2004 год отправить за счет спонсорских денег, 2003-2002 год за счет, наверное, ездили в Министерство спорта или Дю США 5, там что-то частично оплачивалось, то вот эти два возраста старшие ребята, которые, в принципе, уже могут переходить во взрослый футбол, они были лишены возможности попробовать свои силы. Да, с ребятами из других регионов. Ну, вот это мы развиваем в спорте. Так развиваем. Ну, давайте как-то можем, не на самом грустном, чего не закончим. Я думаю, вот был вопрос молодого человека задан, вот этот вопрос. Он интересен. Мы, конечно, обязаны ответить на этот вопрос. Я уже частично сказал, что люди, которые не проявляют инициативу, которые не профессионалы, конечно, им трудно работать в спорте. Не только в футболе, но и в спорте. Конечно, от нас это не зависит. Их поставили другие люди. Но мы будем надеяться все-таки, что что-то у нас изменится и в городе, и в области. В городе изменения уже произошли. Все-таки сейчас надежда появилась. Ну, она всегда, говорится, умирает последней. И вот ваши ребята, ваши подопечные, многие из них хотят все-таки продолжать заниматься футболом. Ну, половина ребят точно бы с удовольствием занимались футболом. Есть, конечно, у меня уникальные ребята, которые, несмотря на такие каждодневные тренировки, заканчивают одиннадцатый класс золотой медалью. Я просто очень... Ох ты, ничего себе. Да, у меня в каждом возрасте есть такие ребята. Они интеллектуальные очень такие. Ну, конечно, тяжело. Парня-отличника заставить стать профессиональным футболистом за зарплату 8 тысяч рублей. Это кто не знает. Парня-отличник, там, ЕГЭ, он может поступить в хорошее утро. В прекрасном городе. Да, и перед ними открывается большая возможность. То есть футбол для них все равно. Ну, по крайней мере, эти ребята, они вырастают физически крепкими, здоровыми и, по крайней мере... Волевыми. Волевыми, да. То есть спорт все равно воспитывает дух в первую очередь. Ну, что ж, желаем удачи все-таки вам в вашем нелегком труде. Надеемся на лучшее. Да, будем надеяться на лучшее все-таки, да. На изменения. Лучшую сторону ситуации с футболом в нашем городе. Спасибо. Завершается на этом первый час мужского понедельника. Наши гости Сергей Самарцев, исполнительный директор футбольного клуба «Динамо» и Евгений Душкин, куратор проекта. Они играли за «Динамо». Хорошо, что к нам приедут такие известные люди в конце ноября. Ну, они, кстати, у нас в студии тоже появятся. Открою такую небольшую тайну. 28 числа в 11 часов. Мы их будем ждать. Я думаю, что будет интересно и вам, и вот болельщикам нашим. Спасибо, спасибо. Не прощаемся. Пожалуйста. Спасибо.